На Бережно-Челнинскому картонно-бумажному комбинату на этой неделе исполняется 35 лет. По такому случаю в минувшие выходные устроили большие торжества. Поздравить юбиляра прибыл из Казани и председатель Госсовета Республики Фарид Мухамедшин. Но обо всем по порядку в нашем репортаже. В этот день на базе отдыха Бумажник всех гостей торжества встречал оркестр. Повсюду воздушные шары, музыка, развлечения на любой вкус. Не забыли пригласить на праздник и тех, кто уже на заслуженном отдыхе. У меня самые хорошие впечатления работы на комбинате. У меня хорошие впечатления осталось и о людях. Я сегодня очень рада, что Андрей Геннадьевич продолжает их традиции. Он занял правильную позицию, он беспокоится о людях и о комбинате. Речь идет о тех самых традициях, которые заложил основатель Челнинского КБК Сергей Титов, чье имя теперь и носит предприятие. После легендарного руководителя его курс был достойно продолжен коллегами и учениками. В том числе ныне возглавляющим комбинат Андреем Фомичевым. Нам есть чем гордиться. Гордиться тем, что мы народное предприятие. Гордиться тем, что мы делаем высококлассную продукцию. Гордиться тем, что у нас свой менталитет кабыковский, бумажный. Он твердже, чем сталь. Рожденное в советское время предприятие стабильно работает и сегодня в условиях современного рынка. Способствует этому и то, что более половины чистой прибыли здесь направляют на обновление технологий и повышение качества. Это ценят и зарубежные партнеры КБК, которые помогают в модернизации производства. Мы работаем вместе уже пять лет. И это в первую очередь очень дружеские и доверительные отношения, которые базируются на инновационном подходе к решению технологических вопросов. И нам всегда приятно бывать здесь. Поприветствовать коллектив предприятия и его друзей прибыли специально приглашенные гости, представители властей города и Татарстана. Председатель Госсовета Республики лично вручал передовикам производства благодарственные письма и грамоты. Он отметил, что не мог не поздравить столь стратегически важную для нашего региона компанию. Я от души вас поздравляю с этим юбилеем, 35-летием. Будем живы-здоровы. Дожить бы до 50-летия вашего. Вспомнить бы с вами те трудные годы строительства и становления комбината с тем, чтобы оставшихся и живых первостроителей, ветеранов честовать и тех, кто делает славу сегодняшнего дня. Еще одно благодарственное письмо от имени президента Татарстана поступило на имя сразу всего коллектива. Его Фарид Мухаммедшин вручил генеральному директору. Кстати, в числе гостей мы встретили Александра Титова, сына основателя КБК. Все напоминает моего отца, нашу семью. Ну и очень приятно находиться в этом коллективе, где отец работал последние годы. Несмотря на официальные речи и церемонии, все же нынешние торжества больше напоминали теплый семейный праздник. Просто семья эта очень большая. Сплоченный коллектив комбината и его друзья. Евгений Брайентов, Егор Орлов, Андрей Буслаков. РЕН-ТВ. Набережная Челны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова